Нравится лечить, ухаживать, сюсюкаться. Ром, пойдем, пойдем встретим, секунду. Не хочу я скрывать. Ты же хороший парень, ты че? Слишком навязчивая была для ребенка. Они рискнули и решили изменить профессию. Пожертвовали стабильностью ради новой жизни, прошли обучение. Но готовы ли клиенты по достоинству оценить их труд? И согласятся ли работодатели сотрудничать с ними? Пройдут ли эти профессионалы все испытания? И смогут ли с уверенностью сказать, я себе цену знаю? Наталья Тищенко с детства мечтала помогать людям. Хотела быть врачом или медсестрой, но стала поваром. Кормить людей ей нравилось почти 20 лет. Но в какой-то момент надоело. Захотелось сменить профессию. Нравится лечить, ухаживать, сюсюкаться. Спонтанно лежала. Дай-ка я попробую няней поработать, совместить. Опыт был. В школьные годы во время летних каникул подрабатывала няней в сельском детском саду. Была ясельная группа. Я была няней, помощницей. Ну, тоже мы на прогулку вместе с воспитателем ходили. Играли в подвижные игры всякие. А еще младшие братья-сестры. Плюс своих детей двое. Жизненный опыт – лучший педагог, уверена Наталья. А зачем учиться? Ну, может, молодым надо учиться, я не знаю. Но тут опыт-то приходит с годами. Жизнь-то на... Жизнь, вот она вся учеба. Наталья разместила объявления в соцсетях и долго ждать первого клиента не пришлось. Пришла, и мы сразу нашли общий контакт. Он сразу ко мне пошел, мы разложили игрушки на полу, сидели, игралися. Мамочка была рядышком. Ну, ему было весело со мной. Сейчас у Натальи, как принято говорить у нянь, три постоянных ребенка. Но для няни трое – это мало. Одного отвожу в садик, с одним сижу. И по выходным еще у меня один ребенок. Буквально там на полдня и все. Хочется, чтобы больше было клиентов, чтобы они искали сейчас, находили меня. Или я их буду находить. И чтобы побольше было занятости. Наталья уверена, деньги в этой профессии не главное, но зарабатывать все-таки хочется. За этим и пришла на проект. Как расширить круг клиентов и увеличить чек за свои услуги, подскажут эксперты. Наталья готова пройти все испытания проекта, чтобы получить помощь профессионалов в новом для себя деле. Здравствуйте, я начинающая няня Тищенко Наталья. Здравствуйте, меня зовут Алина Ильяных, я руководитель сервиса для нянь. Алина Ильяных, эксперт по позиционированию нянь, специалист по работе с клиентами. Здравствуйте, я Кристина Щуцких, руководитель и автор сервиса для нянь. Кристина Щуцких, няня с 15-летним стажем, автор уникальной методики отбора персонала, коуч для нянь. Здравствуйте, я Марина Попырина, вип-няня. Марина Попырина, стаж работы с детьми более 35 лет. Работала детским аниматором и точно знает, как развлечь даже самого капризного ребенка. Почему вы решили стать именно няней? Интересно с детьми просто проводить время. Какой возраст детей вы выбираете для себя как няня? Ой, ну любой, можно от нуля даже. Ну до школы там, может до 10, до 11, вот так вот. Поделитесь, пожалуйста, как вы находите свои семьи? Я нахожу через интернет или меня находят по своим знакомым, по рекомендации. Есть рекомендации? Уже отлично. Но все-таки хочется услышать мнение профессионалов. Для начала Наталья в качестве студентки сдаст экзамен по теории. Что должна сделать няня первым делом, когда пришла к ребенку на работу? Первым делом я так прихожу, раздеваюсь, здороваюсь, контакт, переодеться обязательно надо. А затем, конечно же, покажет себя в деле. Наталью ждут пятилетний мальчик и его мама, которой уже пора на работу. Давай вот здесь что-нибудь маме нарисуем. Цветочек и солнышко. Да не могу. Не надо? И только после итогового испытания эксперты скажут, чего же стоит наша героиня. Признают ли эксперты профессионализм начинающие няни? Согласятся ли с ней сотрудничать? Скоро узнаем. Быстро стать няней не получится, потому что это долгий упорный труд. Няня тоже имеет некую карьерную лестницу, то есть есть начинающая няня, няня практик, которая уже специализируется, и вип-няня. То есть там методики и там большие знания, там образование и так далее. Наталья Тищенко полжизни проработала поваром, но всегда помнила о детской мечте – помогать людям. Она не побоялась уйти с надоевшей работы, чтобы стать няней. Сейчас у нашей героини трое постоянных клиентов, но хочется, конечно, большего. Чтобы дети в очереди стояли. Но что скажут эксперты? Как оценят навыки нашей героини? Скоро узнаем. Наталья, если вы меня сегодня удивите, я помогу вам сформировать уникальную анкету для поиска клиентов. Хорошо, согласна. Если вы мне сегодня понравитесь, то, конечно же, я с удовольствием вас приглашу на свой заказ, чтобы вы посмотрели в деле, как я работаю с разными, ну, с каким-то из возрастов, который вы захотите. Отлично. Если сегодня ваша работа мне понравится, я готова вам предложить стать частью нашего коллектива командных нянь. Лучших нянь города. Согласна. Трудоустройство? Такой подход нам нравится. Но для начала нам нужно проверить ваши теоретические знания. Вы где-то учились? Учитель – это жизнь, свои дети, свои брата и сестру я выненчила. Плюс в подростковом возрасте я работала в садике няней, поэтому опыта как бы достаточно. А вот это скоро и узнаем. Хорошо, Наталья, направляйтесь на теоретический экзамен. А экзаменатором буду я. Я в себе уверена, нисколько не волнуюсь, нету ни страха, отвечу, что буду говорить, я все сделаю. Теоретическая часть в профессии няни, конечно же, есть. Это в основном педагогика и психология. Если в этом быть специалистом, то многие моменты будут даваться очень легко. Ей необходимы теоретические знания. Разный возраст ребенка определяет, какие акценты расставлять, какие игры предлагать и так далее. Какие кризисы есть в каком возрасте. Итак, первый вопрос. За что няня несет максимальную ответственность? Чтобы ребенок был в безопасности. Чтобы не ударился, не упал. Что должна сделать няня первым делом, когда пришла к ребенку на работу? Поздороваться. Первым делом я так прихожу, раздеваюсь, здороваюсь, контакт, руки помыла. Переодеться обязательно надо. Переодеться, да. И мамочке спросить, как состояние ребенка, ну и ценные указания какие-нибудь. Неплохо вроде идет, не сбавляя обороты. Входит ли в обязанности няни развитие ребенка по методикам? Я думаю, да, входит. Должно входить. Няня не должна заниматься обучением детей. Есть гувернантка для старшего возраста. Вот у гувернантки в обязанности входит. Няня обеспечивает физическое и эмоциональное благополучие ребенка. Если ребенок спит, обязательно няне что-то делать, чтобы отработать часы. Или она может тоже отдохнуть, расслабиться. Кто-то говорит, не надо отдыхать с ребенком. Кто-то, или там, приготовь, посуду помой, погладь, постираю, что-нибудь такое. Домашними делами заниматься. Нет. Няня должна отдыхать. Здесь на самом деле речь не о няне, а как через няню получает ребенок. Что получит ребенок с семьи через вот этот отдых няне? Любовь и привязанность к чужому ребенку – это плюс или минус? С одной стороны, плюс, конечно. Ну а минус, когда ты будешь уходить, если вдруг что-то по семейным обстоятельствам, это будет тяжеловато. Потому что хочется, как семья получается. Плюс – это когда? Если, например, плюс, если ты уходишь от ребенка уже, ну, то есть уходишь из этой семьи. Какой плюс? Плюс, что я положительно все дала, все хорошее ребенка, они остались хорошего мнения. А минус? Минус – то, что, ну, они же дети привязываются. И он к другой няне, может быть, не так уже будет найти подход, как вот с первой. Главное, если не задеваются чувства няни, то есть если няня привязывается к ребенку, она переживает, она тоскует, а это плохо. Мы, как бы, не члены семьи, мы заходим в семью и уходим из семьи. И поэтому все-таки эмоции оставляем за дверью. Очень спорная тема. Многие говорят, что няня не должна подпускать к себе ребенка, должна соблюдать границы, субординация. Но если мы говорим о маленьких детях, это не получится. Несет ли няня ответственность за имущество семьи? Да, несет. Нет, няня не охранник. Няня не отвечает за имущество семьи. Она приходит работать с ребенком. Если няня наблюдает особенности в поведении ребенка, может быть, тревожность, то нужно ли об этом сказать родителям? Конечно. В любом случае. Ну, если там уже совсем, уже ты не справляешься. Ну, я думаю, лучше сказать. Если няня пришла работать разово, ее задача лишь выявить положительные качества, которые она увидела в ребенке. Может ли у няни ребенок получить травму? И что в этом случае? Какие в ее действиях? Ну, сказать, да, вот там пошел, получил царапину, конечно, да, я говорю родителям. Если ребенок упал, ударился, нанес себе какую-то травму, да, обязательно нужно сообщить маме или папе и оказать ребенку необходимую помощь немедля. На этом наш теоретический экзамен закончен. Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, экзамен прошел на отлично. Я думаю, пять. В среднем четыре, хорошая четверка. Ну, как прошел экзамен? Сложно было? Нет, не сложно. Все отлично. Как бы все на взаимопонимании. Быстренько справилась с заданием. Замечательно. Отлично, Наталья. Но хочется увидеть вас в деле. Поэтому отправляйтесь в семью, а мы будем наблюдать за вашей работой. Хорошо. Маленечко, конечно, волнение. Надеюсь, что все нормально, все хорошо у нас пройдет. Главное для няни, у нее должен быть внутренний эмоциональный баланс. Она должна быть спокойна, естественна. Итак, вот и настал момент увидеть Наталью в деле. Ее уже ждут опаздывающая на работу мама Анна и пятилетний Роман. А эксперты останутся в студии и будут наблюдать. Сейчас в работе няни я буду смотреть за тем, как она себя позиционирует. Я как раз работаю в этом направлении. И это то, на что обращают внимание семьи. Учитывает ли она его возраст? Учитывает ли его интересы? Нашла ли контакт? Не растеряна ли она? Не торопит ли она время? Включена ли она? Получает ли она сама удовольствие от того, что делает? Я буду оценивать, насколько с легкостью она работает, насколько она получает сама удовольствие, потому что профессия должна быть в удовольствии. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Проходите. Ром, где ваш ребенок? Пошли познакомимся. Привет. Это мой ребенок Ромочка, ему 5 лет. Рома, привет. Здорово всем. Молодец. Проходите. Не представилась, как ее зовут. Он уже может понимать, и ему нужно уже представляться. Мы сейчас в садик не ходим, болеем. Им нужно позаниматься чуть-чуть, поиграть. Няня сразу обняла ребенка. То есть не помыла руки с улицы, а сразу же обняла за плечи. Это огромный минус. Базовое правило переодеться няне. Она в той же уличной одежде сразу приступает к своей работе. Какие строгие эксперты. Ух ты, что-то упало. А что ты любишь слушать? Какие сказки-то? Скажи. На колокольчик, например. Это паровоз? Да. Вот сколько паровоза, да, много? Угу. Смотри, как здорово, да, будет. Вот так вот поставишь. А где ты увидел на компьютер? Кстати, обратите внимание, контакт найден. То есть удалось, да, ей установить этот контакт. Да, ребенок уже сразу показывает. Да, взаимодействует уже. Все хорошо здесь. Два веселые, что тут, приключения. До загадки? Да. Так, ага. Сейчас посмотрим. Найди маленького динозаврика. А где тут маленький динозаврик? Попа. А, вот, точно, правильно слушать, здорово. Ну, все, мы с тобой, смотри, прочитали, да, книжку? Да. Отлично. Быстро справились с заданием. Что такое для тебя? Я выслушаю. А вот это вот что такое? Я с бульсовкой машин еще гуляю. Это у тебя дорога, да, Ромка? Угу. Челезно. Смотри, у тебя машинок мало, да, Ромыч? Ну, много. А? Много. Много? Все в этой коробке машины. Где-то спрятано, да, получается? Мне не понравился момент про мало игрушек, потому что это как-то социальная оценка, тем более для этого возраста, недопустимая опять же. Ну, давай на полу поиграем. Хорошо. Давай, пошли. Вообще плохо. А кто там у тебя? Кого туда запихал? Пластилин я. Могу тебя выпущить. Давай выпущу пластилин. Точно пластилин? Да. Там же игрушка. Радует меня, что да, няня продолжает работу, включена, то есть не занимается сторонними делами. Сверху вниз она должна, конечно же, присесть и на уровне общаться. Угу. Так, собираем человека, собираем книжки, игрушки и пошли в комнату порисовать. Пойдем? Хорошо. Раз. Все. Да все, пошли на кухню, пойдем. То, что они прибрали, это вообще перешли в другое помещение. Да, они молодец, конечно. Получается, с первым заданием няня Наталья справилась. С мальчиком подружилась, в игрушки поиграли, книжки почитали и даже прибрали за собой. Вот только не все эксперты оказались довольны. Но расстраиваться не стоит. Впереди еще одно задание. Наталья Тищенко много лет проработала поваром, но не побоялась и изменила профессию, потому что с детства мечтала помогать другим. Сейчас Наталья начинающая няня, вот только клиентов пока не так много. А хочется, чтобы было по-другому, чтобы очередь стояла. Но хватит ли знаний и навыков? На проекте она уже прошла теоретически экзамен. Несет ли няня ответственность за имущество семьи? Да, несет. Нет, няня не охранник. И услышала первые честные отзывы экспертов о своей работе. Не помыла руки с улицы. Но на этом испытания для Натальи и не закончились. Мама мальчика просила няню не только развлечь ребенка, но и выполнить развивающее задание. И только после этого профессионалы наконец скажут, будет ли кто-то из них сотрудничать с начинающим мастером. Эксперты сегодня готовы предложить Наталье мастер-класс от вип-няни, трудоустройство, а также коуч-сессию по составлению наилучшего режиме. Анкета поможет ей распаковать себя как няню. Будет сразу понятно, кто она, какая няня, чем она увлекается, чем она владеет. Наталья уже познакомилась с маленьким клиентом, наладила контакт, но просто поиграть мало. Пора уроки учить. Наталья, справишься? А какими любишь карандашами, любишь рисовать или вот этими вот помазить? Давай этими. Давай-ка рисуем с тобой, сидя. Иди сюда. Садись на стул. Вова обводить. Обводить? Давай, показывай. Мне кажется, что здесь лучше больше спрашивать, потому что ребенок уже взрослый, и он больше будет отвечать, больше будет думать. Да, да, за него меньше думать, за него меньше говорить. Это будет развивать его мышление. А циферки ты знаешь? Угу. Серьезно? Да. А вот это вот какая цифра? П. Молодец. Знаешь, кто попакует? Не, а так кто такой? Это фунт-пирмопамп. Да ты что? Ну, какой страшный зубы, да, какие? Такой большой, здоровый, да? Ну, я вижу, что поиграли, порисовали. А давайте, коллеги, мы усложним задачу. Ну, давайте сделаем что-нибудь для мамы. Может быть, какой-нибудь номер или еще что-нибудь. Что-то творческое, да? Что-то творческое, да. Согласна. Вот, совсем другое дело. Давай маме что-нибудь нарисуем? Какой-нибудь цветочек и солнышко. Да не надо. Не надо? Нет. Она очень торопила ребенка. Очень хотела доказать мамочке, что вот, посмотрите, а мы вот тут нарисовали такой отчет, показать галочку. Я хорошая няня. Смотри, вот здесь будет солнышко, да? Да. Вот. Такое будет солнышко у нас. Дай зеленый карандаш. Во, зеленый карандаш. Зеленый карандаш. Да. Такие вот будут листочки. Напрягся, ребенок, потому что ему не нравится это, ни солнышко, ни эти цветочки. А давай. А ты вот здесь нарисуешь цветочек. Или пока рисовать. Если ребенок не хочет рисовать, хорошо, спросить его, а что ты хочешь сделать? А может быть мы из конструктора этот цветок соорудим? Или мы слепим что-то для мамы? И он выберет то, что ему больше по душе, и тогда он будет с удовольствием это делать. И няне тоже будет приятно. То есть она ориентирована, смотрите, такой момент психологический. Получается не на ребенка в процессе, а показать маме. Она хочет через этот рисунок показать, я хорошая няня. Посмотрите, мы рисовали. Давай все, собираем карандаши. Порисовали. Наводим порядок. Сюда закрывай. Все, собираем картинки. Собираем книжки с тобой. Все, как было, наводим порядок. Все, получается, справилась? Ром, пойдем? Пойдем встретим с тех, Ром. Ты что я скрывала? Ты же хороший парень, ты что? Или не справилась? Слишком навязчивая была для ребенка. Можно было сказать, я вижу, что ты сейчас сердишься, что ты сейчас не хочешь. И я правильно понимаю, что мне лучше тебя оставить на какое-то время и дождаться ответа. И далее сказать, когда ты захочешь дальше продолжить со мной играть, приходи, я буду рада. Здравствуйте, Наталья. Как у вас все прошло? Чем вы занимались с Ромой? Отлично, мы рисовали, мы играли. Мы вам даже рисунок приготовили. Сейчас покажу, раздеваемся. Сейчас вам покажу, что мы нарисовали. Ромка устал, он там отдыхает. Устал, да? Устал, да. Мы просто занимались. Я вымотала. Все-таки нарисовали. Ну, значит, задание выполнено. Осталось только узнать, насколько хорошо. Я старалась показать себя с хорошей стороны. Думаю, все нормально получилось. Ну, эксперты пусть сами решают. Со стороны виднее. Итак, время подводить итоги. Расскажите, пожалуйста, как вам общение с ребенком? Ну, в принципе, нормальное время провели. Наталья, не могу не прокомментировать. Я увидела, что когда вы вошли, разделись, вы обняли ребенка за плечи. Скажите, пожалуйста, что нужно было сделать по правилам? Как вы думаете? Я же его не за руки взяла, а я его приобняла правильно, чтобы он почувствовал ко мне расположение. Обязательно, когда мы приходим откуда-либо, это правило номер один. Так же, как и переодеваться в чистое, в сменную одежду. Потому что ребенок, есть ребенок, мы не должны подвергать его бактериям, вирусам, которые принесли с собой извне. Я бы поторопилась, да. Ну, а прямо сейчас услышим оценки экспертов. Наталья, в целом мне понравилось, как вы коммуницируете с ребенком. И я бы вам порекомендовала следить за речью. Грамотная речь. Верно. Да, хорошо. Вы должны давать ему все равно больше самостоятельность. Слишком вы были активны для него. А с другой стороны, вы не знаете, что такое активное слушание ребенка. С моей стороны, я бы хотела уделить внимание психологическому моменту. И как раз здесь про чувствование ребенка. То есть вы в процессе должны не только давать ребенку, но вы должны тоже сами получать удовольствие. И когда ребенок чувствует, что вы искренне проводите время, вы раскрываетесь. Вы выбираете те игры, которые вам тоже интересны. Предлагаете и слушаете его, какие интересны ему. Это такое волшебство. И это другой уровень работы няни. Хорошо, согласна. Наталья, мы сейчас с коллегами немного посовещаемся и определим, кто именно продолжит с вами сотрудничество. Я, к сожалению, Наталью не готова взять в свой коллектив, потому что еще, но очень сыроватый, честно сказать, вариант. Просто нужно распаковать, няня. А вот и финал. Скажет ли кто-то из экспертов Наталья, да. Ну, сейчас я пока не готова провести с вами мастер-класс. Ну, конечно, я верю в твои способности. Все у тебя впереди. И все будет хорошо. К сожалению, на сегодняшний день я вам отказываю, но при этом хотела бы следить и знать, как у вас развивается ваша деятельность. Если я увижу этот огонь, то я буду очень рада принять коллектив нашего города как лучшую няню. А я вам скажу да, потому что мое предложение как раз, кстати, для вас сейчас. В процессе формирования анкеты мы с вами распакуем ваши сильные стороны, поймем с вами, какие моменты вам больше всего доставляют удовольствие, чтобы вы поверили в себя и были более профессиональной няней уже на этапе, когда вы будете начинать свой путь после нашей программы. Спасибо, хорошо. Наталья – лишь одна из тех, кто рискнул и круто изменил свою жизнь. Она не побоялась и прошла все испытания проекта, и главное – профессионалы поверили в нее. Поэтому сегодня она с уверенностью может сказать «Я себе цену знаю». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова